Ну вот, саратовские пробки побеждены. Алла Шокина у нас в гостях, автор проекта «Интеллектуальные игры в Саратове». Здравствуйте. Добрый день. Ну давайте, значит, начнем, наверное, как раз с этих самых игр. Что это за проект, для чего он нужен и как их реализуется? Ну, проект был запущен в Саратове уже почти три года назад. Мы начали с городского интеллектуального турнира, куда собрали, наверное, порядка десяти команд, представляющих саратовские компании. У нас было очень много зрителей, зрители проявляли активный интерес в игре также. Очень много было ответов из зала, и потом из этих зрителей выросли новые команды. Сейчас, наверное, играет уже порядка 30-35 команд, представляющих либо различные компании, либо просто какие-то дружеские такие сообщества. Ребят, которые ведут активную достаточно жизнь, которые работают, которые успешны. Ну, то есть, наверное, это можно назвать смело интеллектуальным бизнес-сообществом. Так, то есть, бизнес-сообщество интеллектуальное, вы это делаете для того, чтобы у вас были какие-то вот очень умные люди? Да, я, пожалуй, не ответила на главный вопрос, для чего это нужно. Ну, понимаете как? На самом деле, начнем с того, что это неплохая форма досуга для людей, которые, в общем-то, уже многого в жизни достигли и много видели. И, возможно, устали уже от каких-то развлекательных моментов и захотели привнести в свою жизнь что-то более информационное, насыщенное, но при этом позволяющее им отдыхать и отвлекаться от основной деятельности. Поэтому, собираясь здесь, собираясь на интеллектуальные игры, знатоки получают свою порцию адреналина и вместе с тем получают какую-то порцию информации. И что самое главное, они получают то самое живое человеческое общение, которого мы так лишены в свете развития соцсетей и прочих опций мобильных телефонов и так далее. Вот, пожалуй, живое человеческое общение – это самое главное, для чего все это нужно. Знатоки, да? Насколько уровень знаний-то высок у этих людей? То есть можно ли сказать, что у нас прям есть умнейшие? Есть, да. Безусловно, когда мы начинали три года назад, может быть, уровень вопросов был несколько проще, потому что все как-то привыкали, а сейчас можно сказать, что разыгрались, потому что игры тренировочные проходят один раз в месяц. И есть команды, которые вообще не пропускают ни одной игры, даже несмотря на свой плотный график работы и на многочисленные командировки. И поэтому сейчас уровень уже достаточно высок, очень многие наши знатоки даже стали авторами вопросов, они отправляют их в телевизионный клуб «Охотничьи домики». Я очень надеюсь, что в скором времени эти наши вопросы сыграют, и мы услышим гордое название «Саратов» именно оттуда. Сегодня у нас День знаний, такой уникальный день, вот он один, причем это единственный день, пожалуй, когда точно никому ничего не преподают. То есть просто пришли, постояли, разошлись. И все-таки вот молодое поколение, которое сейчас идет, которое у вас там и более старшие игроки, допустим, между ними есть разница в знаниях? Ну то есть можно ли говорить, что там старшее поколение лучше или хуже подготовленное, или молодое, как-то не так? Вы знаете, школьники играют лучше. Мы проводим очень много интеллектуальных турниров именно для ребят школьного возраста, причем это могут быть абсолютно разные классы, это может быть 4-й, 7-й, 11-й классы между ними, как вы понимаете, глобальные пропасти. Но все они играют невероятно здорово. Поэтому я очень люблю делать детские турниры, потому что там идет совершенно какой-то невероятный отклик, там играет очень много детей, которых приводят наши же знатоки, они уже родители, и они приводят своих детей. Также к нам, да, это получается династия знатоков. Есть очень много школ, различных вузов, которые с удовольствием с нашей помощью проводят у себя на базе подобные турниры, потому что, видимо, тоже видят в этом некий смысл. Поэтому, ну, резюмируя, дети, да, они играют, наверное, где-то лучше, ярче. Может быть, отсутствие зашоренности или того самого жизненного опыта, который иногда не только в плюс, но и в минус идет порой. Сейчас не вспомню фамилию. Один из знатоков тех звездных наших, московских, сказал, что для того, чтобы хорошо играть в интеллектуальные игры, достаточно того, чтобы в аттестате не было трой. Ох! Вы знаете, один из наших известных бизнесменов, тоже не вспомню фамилию, сказал, что можно достичь невероятных высот в бизнесе, только если у тебя есть тройки в аттестате. Отличникам там делать нечего. На мой взгляд, вот нужна какая-то гармония. Мне кажется, не надо ругать ребенка, если у него какой-то предмет не выходит, и искусственно вытягивать его на пятерки. Ну, есть ли смысл? Все равно уже в школе есть некий такой естественный отбор. Что-то идет у нас лучше, что-то хуже. Это нормально. Это нормально. Люди все разные, и детишки все разные, конечно же. Поэтому если какие-то предметы немножко прихрамывают, ну, это совершенно нормально. Мне кажется, что, ох, сейчас закидают меня шапками адепта классического образования. Но, на мой взгляд, вот аттестат, наполненный только пятерками, это не самоцель. Главное, чтобы ребенок был полноценным. Главное, чтобы он умел общаться и со своими сверстниками, и, что важно, со взрослыми, чтобы у него были обязательно понятия о самом себе в обществе, понятия об этикете, понятия о взаимодействии с другими людьми. Вот если он цельный, если он самодостаточный, то, мне кажется, можно закрыть глаза на то, что по каким-то предметам не пятерки. Я вам по этому поводу задам другой вопрос тогда. Есть знания, да, которые получают, а есть понимание. То есть, как бы, вот я, например, знаю, что есть адронный коллайдер, да, черта не понимают, зачем он нужен. На ваш взгляд, вот школа дает понимание жизни? Как человек, который непосредственно с детьми тоже работает, спрашиваю. Хотелось бы верить, что да. Но мне кажется, что должно быть полноценное развитие ребенка, и очень многое зависит, конечно же, от родителей, а еще очень многое зависит от самообразования. То есть, я абсолютно с вами согласна просто что-то заучить, ну, вот по опыту, как мы готовились к экзаменам, да, можно за вечер выучить испанский язык, ну, его основы, скажем так, сдать его, неплохо сдать даже на четверку, и при этом совершенно не уметь общаться. Ну, и забыть его непосредственно после. Забыть его, да, да. Поэтому здесь для того, чтобы знания были применимы, для того, чтобы они действительно человеку служили, они должны закрепляться. И ребенок должен развиваться еще и с помощью родителей, и еще с помощью своих собственных каких-то усилий, прежде всего, книг, конечно же. Ну, то есть, мне кажется, это сейчас очень важно, научить ребенка читать и отрывать его вот от такого зла, который называется компьютер. Ну, я отсяду сейчас подальше. Если бы у вас была возможность что-то поменять в системе образования, ну, и вообще как-то повлиять на подготовку выпускников, что бы вы сделали? Наверное, опять же, давало бы больше возможностей для какой-то самостоятельной работы, возможностей для анализа. Да, то есть, скажем так, додуматься до каких-то вещей, вот говоря современным языком, которые нельзя прогуглить, которые можно только самостоятельно, проанализировав, да, вот из этих вещей сделать самостоятельный вывод. Вот это самое ценное. Вот если ты пропускаешь знания через себя, через свою самостоятельную работу, и уже выдаешь квинтэссенцию этого материала именно своими словами, а не чем-то содранным из интернета, вот тогда это действительно правильно. Тогда это ложится, очень хорошо укладывается в голову, и, на мой взгляд, уже применимо в жизни. И раз уж затронули интернет и гугл, может ли интернет заменить хотя бы частичное образование? Ну, вот, опять же говорю, адронный коллайдер, да, вот такая просто штука, которая всем известна, никому не понятна. Ну, вбил, прочитал. Что-то знаешь уже о нем. В школе же это не будут преподавать, ну, как-то, зачем? Это только уже высшая физика. Так можно что-то заменить или нет? Дополнить. Заменить нельзя. Дополнить, да. Дополнить, расширить кругозор, возможно, да. Но заменить полностью нет. Повторюсь, только самостоятельный анализ. Только знания, пропущенные через свою собственную голову. Вопрос про изменения задал не просто так. Сейчас очень у нас популярно вводить вообще вот в любую отрасль жизни какие-нибудь уроки патриотизма или подготовки патриотов, или еще что-нибудь такое, в общем, рассказывать людям, что вот мы вот самые лучшие вокруг. Предлагали, например, патриотический такой комсомол современный, там, пионерскую организацию, ну, вместо красного галстука, где ураговская ленточка и так далее. А на ваш взгляд, вот патриотическое воспитание, оно влияет на общий уровень подготовки. То есть не мешает... Подготовки к чему? Неважно. Подготовки и к жизни, в том числе, и к выпускным и вступительным экзаменам в ВУЗ. То есть если человек, там, вместо урока литературы или географии, проводит это время 60 минут, там, петь гимны, вспоминать нашу историю, как мы там все называем. Вы знаете, пение гимнов не сделает из ребенка достойного члена общества. В фильме «Доживем до понедельника» герой Вячеслава Тихонова играл преподавателя истории. И вот ему, его герою, принадлежат прекрасные слова. История – тот предмет, который делает из человека гражданина. Вот граждан, на мой взгляд, как-то не хватает. Хотелось бы, чтобы вот этого гражданского патриотического воспитания было больше, и это все прежде всего начинается с семьи. Вы знаете, каждый год 9 мая происходит же совершенно какой-то невероятный вспец патриотизма. И прекрасно, что вот в акциях на Красной площади, в бессмертном батальоне участвовало такое количество детей. Они шли, несли портреты своих дедов и так далее. И вот это вот все прекрасно. Мне бы очень не хотелось, чтобы последующие поколения напрочь забыли, что происходило в 1941-45 годах в нашей стране. Я бы очень хотела, чтобы дети помнили, что такая Великая Отечественная война, даже несмотря на то, что и дедов, и прадедов уже давно нет в живых, и с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Так вот, знание истории родной страны – это первый шаг к тому, что будут воспитываться в этой стране патриоты. Акция «Не батальон, полк» не имеет значения, это просто 9 мая, абсолютно правильно, патриотический подъем, там, допустим, неделя перед 9 мая, 9 мая ура, салют, и 10 мая мы все по всем забываем. Вот я ровно об этом сейчас и сказала, что хотелось бы, чтобы гордиться родной страной, после 9 мая ни дети, ни взрослые не переставали. На ваш взгляд, у нас есть точки еще, кроме 9 мая, это понятно, нет, тут большая война, большая победа, большой праздник, да, в том числе, я больше считаю, что это, конечно, день памяти тех людей, кто там погиб, а вокруг чего еще можно объединиться? Ну, понимаете как, вот этот патриотизм – это не напоминание в календарике в телефоне, да, то есть это не просто даты, поэтому здесь все, опять же, зависит от семьи. Вот если с измольства ребенку рассказывают о том, кем был его дед, где он воевал, каким он был, и если об этом помнят в семье, то ребенок будет это помнить и будет рассказывать своим детям. Поэтому это, в общем-то, эти точки, это прежде всего точки опоры, точки опоры на историю, начиная со своей семьи и потом уже историю своей страны. Отлично, я получил ответ. Вернемся к нашей интеллектуальной элите. Есть понятие интеллектуальная элита, люди, которые много знают, успеют, хорошо отвечают на вопросы и так далее. Есть политическая элита. У вас, кстати, политики там есть, такие действующие, чтобы играли? У нас есть и политики тоже. У нас играют абсолютно все. Ну, понимаете как, это такой формат общения, в котором должны общаться люди в принципе, независимо от того, какой у них есть деятельность. Вопрос следующий. Если поменять, допустим, нашу элиту большую политическую и элиту интеллектуальную, неважно абсолютно, кто там в ней, ну, просто местами поменять, вместо игроков политику, вместо политиков игроков, что-то изменит это на ваш взгляд? Вы знаете, как человек, который мало разбирается в политике, я вряд ли сейчас обстоятельно отвечу на ваш вопрос. Давайте так, я просто приведу пример того, что наши политики становились знатоками. Например, в канун прошлого дня города у нас состоялась блестящая игра, на мой взгляд, она прошла просто потрясающе, где представители администрации города играли вопросы, которые подготовили им ведущие журналисты нашего города. Вопросы все были связаны с историей города, с его архитектурой и так далее. Интереснейшие вопросы, на мой взгляд. И вы знаете, представители нашей администрации так здорово сыграли на этой игре, что на самом деле им зал рук плескал. Вот они знатоками смогли стать, у них это прекрасно получилось. Пожалуй, это единственный вариант того, как я могу сейчас ответить на ваш вопрос, потому что все остальное просто какие-то фантазии. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Алла Шокин у нас была в гостях, автор проекта интеллектуальной игры в Саратове. Участвуйте, я думаю, надо всех позвать, кто хочет. Конечно же. Спасибо. Спасибо.